Старт военных игр разнаменовал финал эстафеты спортивного огня. В последнем этапе, протяженность которого составила 2017 метров, приняли участие юнормейцы, известные российские спортсмены-олимпийцы и военнослужащие. 20 человек. Завершили эстафету послы игр, двукратные олимпийские чемпионы, биатлонисты Светлана Ишмуратова и Анатолий Алябьев. Красочная церемония открытия прошла в Ледяном Кубе. Там, где обычно по льду скользят керлингисты, прошагал военный оркестр. Гостей и участников военных игр поприветствовали министр обороны Сергей Шойгу и премьер-министр Дмитрий Медведев. Россия впервые принимает зимние и зимние военные игры. Для нас это и большая честь, и, конечно, ответственность. Мы с радостью встречаем военных спортсменов из более чем из стран. И стремимся сделать все, чтобы своего рода армейская олимпиада прошла на самом высоком уровне. Первые медали российская сборная завоевала уже в день открытия. Этому не помешала и погода, которая в горах 24 февраля подарила и ветер, и туман, и снегопад. Но спортсмены и организаторы не сдались. Трассы расчищали оперативно. Спортивный настрой помог и в следующие дни. Накануне российские лыжники взяли золото в командном спринте и среди мужчин, и среди женщин. Золотые медали получили Артем Мальцев, Алексей Марилов, Наталья Ильина и Наталья Коростелева. Этот финиш очень хороший для меня. Он длинный и достаточно тяжелый. В плане очень долго нужно работать. Это хорошо для меня мой финиш. Я его ждал. Артем, а вам как по этапу? Мне очень понравилось. Лыжи хорошо работали. У меня была задача все время быть в группе, не отставать. Во время цветочной церемонии тройку лучших с победой поздравил глава Международного совета военного спорта. Кстати, он уже назвал игры в Сочи лучшими за всю историю их существования. Заместитель министра обороны России Николай Панков крепко жмет руки российским лыжникам. Соперники победителей после забега признались. Такого уровня трасса, да и игры в целом, стали приятным сюрпризом. Биатлонный стадион, так как он олимпийского значения, это сама по себе исключительная возможность соревноваться здесь. И для меня это абсолютное счастье попробовать этот стадион. К слову, организация игр была оценена по достоинству не только спортсменами. Глава Сочи удостоен медали за укрепление боевого содружества. Ведомственную награду Анатолию Пахомову вручил заместитель министра обороны России Николай Панков. На администрацию Сочи были возложены задачи, связанные с работой транспорта, волонтеров, функционированием коммунальных служб, в том числе бесперебойным электроснабжением объектов, обеспечением санитарного порядка и охраной общественного порядка. Все дни игр работал городской штаб, возглавляемый Анатолием Пахомовым, где круглосуточно следили за каждым направлением. Президент Международного совета военного спорта Абдул-Хаким Альшино уже назвал третьи зимние всемирные военные игры в Сочи лучшими за всю историю их соревнований. Лучшими они стали для российских спортсменов. Наши скалолазы завоевали золото и серебро в боулдеринге. Вадим Тимонов взял золото, Ольга Яковлева – серебро. Вторым в мужском зачете оказался француз Мануэль Карню. Чемпионка игр в трудности Джессика Пильс подтвердила свое лидерство и в боулдеринге. Она вернется домой с двумя золотыми медалями. Сегодня же завершились состязания по ориентированию на лыжах. Спортсмены проходили трассу продолжительностью 3800 метров с набором высоты 160 метров. Участникам нужно было отметить 16 контрольных точек. Последним этапом стала эстафета команд из трех человек, победу в которой одержали россияне. С результатом 1 час 5 минут 52 секунды. Российскую сборную на этом состязании представляли Андрей Ламов, Степан Малиновский и уже отметивший два дня игр победами Эдуард Хренников. Второе место у французов на третьем – швейцарцы. Разбором спортивных достижений, наверное, в ближайшее время посвятят не один час телеэфира, в совещании и просто разговоров. Тем не менее, основная цель военных игр достигнута. Выяснить, кто сильнее, военным удалось без жертв. Не зря же девиз игр – дружба через спорт. А Россия, и в частности Сочи, доказала, что всегда готова гостеприимно принять любое мероприятие, если оно направлено на созидание. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ